Сохранить аутентичность одного из наиболее сохранившегося лагеря для репрессированных на Калыме намерены специалисты Государственного музея истории ГУЛАГа и Фонд памяти. Они подали заявку в правительство Магданской области на присвоение территории бывшего лагеря Днепровский статуса объекта культурного наследия. Это даст возможность предусмотреть консервацию строений, охрану территории и проведение научно-исследовательских работ. Сохранность, она абсолютно здесь уникальная. Вот такого уровня сохранности объектов, я знаю, что около пяти. Все остальное на всей территории нашей страны уже находится не просто в руинах, это заросло лесом, застроено, и можно найти только какие-то фагменты фундаментов там, где располагались большие лагеря. Здесь доступность и сохранность. И третье, с чем мы столкнулись, исследуя этот лагерь, с тем, что уникальные есть воспоминания людей, которые описали, как этот лагерь функционировал. Днепровский – один из сталинских лагерей на Колыме, расположенный в 320 километрах от Магадана. Своё название объект получил по имени Ключа, одного из притоков Нергии. После музификации территории бывшего лагеря Днепровский и реставрации, объект планируется превратить в культурно-исторический комплекс, доступный для посещения. От этого отдаётся отдельный приоритет, потому что это всё-таки наша история и это наше наследие. Определённые наработки уже есть, соответственно, работаем по дорожной карте по дальнейшему. То есть, в целом, остаётся решить вопросы с логистикой. И я думаю, проект имеет большие перспективы и будет иметь большой успех у туристов. Помимо лагеря Днепровский, включить в музейную мемориальную инфраструктуру России рекомендована пересыльная тюрьма и исправительно-трудовой лагерь Бутугычак.